Всем привет! Говорит и показывает Родос. Вот я стою тут на месте, легендарном, можно сказать. Вот видите, за мной колона с барашком. Может это не барашек, а вот кто-то еще, но по-моему барашек. Вот здесь, согласно преданиям, стояла одна нога колоса Родосского. Вот вторая нога, вот там вот, с той стороны, так. Вот там вот тоже есть такая же колонна и с тоже таким барашком. Там стояла вторая нога колоса Родосского. И, соответственно, корабли заходили вот в этот пролив прямо под ногами колоса Родосского. Любопытная история из Википедии в моем пересказе. Вот, а жители местного города Родоса, их осаждали какие-то там вот другие греки или там не греки, вот, в течение года. Но Родос выстоял и решили жители в благодарность богу Родоса, а именно Гелиосу, поставить, в общем, ему большой-большой памятник. Так, нашли скульптора, который вот тут вот из деревни на противоположном конце острова. Вот, и сказали, мы тут переплавим всех, так сказать, мечей на орала, вернее, как бы вот все, все орудия, которые тут враги оставили, мы его переплавим. Продадим, построй нам на эти деньги статую, прям вот большую-пребольшую, вот, достойную нашего бога. Вот, в 10 раз человеческого роста больше метров, 18. Вот, скульптор сказал, ну ладно, хорошо, построим, сделаем. Вот. Местные, как бы, жители подумали и сказали, нет, что-то 18 метров мало. Давай 36, в 20 раз больше человеческого роста. И вот тут-то скульптор, кажется, допустил ошибку в расчетах, потому что, ну вот, те, кто знает математику, должны, наверное, понять, что если линейные размеры скульптуры увеличиваются там в два раза, то объем ее увеличится уже не в два раза, а в восемь раз, то есть два в кубе, а площадь поверхности в четыре раза, то есть два в квадрате. А скульптор сказал, что, ну, типа, надо собрать в два раза больше денег, и я сделаю вам статую в два раза больше. Вот, радосцы подумали, сказали, ладно, соберем, соберем в два раза больше денег. Так, собрали, можно сказать, заключили контракт, вот, и тут-то, что называется, скульптор-то наш и попал, потому что хоть, как бы, он там хотел сделать ее, там, колоссы из глины, там, с какой-то, там, железобетонной, я не знаю, основой, и покрыть бронзовыми листами, но в два раза, там, больше, как бы, сумма, это уже, как бы, для памятника, для памятника, которая там в два раза больше высотой, это уже было мало. Вот, и, в общем, денег ему не хватило, и я подозреваю, как бы, не начал ли он удешевлять материалы. Попал в большие долги, в общем, еле-еле, вот, что-то там сваял, но сваял. Вот, и поставили колоссы вот здесь вот. Ну, вот уж не знаю, может быть, из-за, так сказать, удешевленных материалов, или из-за чего еще, или, в целом, вообще-то говоря, и прочность-то даже, прочность, как бы, материалов при увеличении размеров, как бы, в два раза, вот, она, по идее, должна быть увеличена в восемь раз, а не в два раза. Вот, короче говоря, колосс наш простоял всего лишь чуть больше 50 лет, и при первом попавшемся землетрясении упал. Вот, отсюда делаем вывод, что что-то, конечно, древние греки, может быть, хороши были в философии, олимпийских играх, но вот в математике, несмотря на Пифагор или кого-то там еще, да и физике, кажется, в общем, они допускали много разных непростительных ошибок.